Героиня нашей сегодняшней программы Героиня нашей сегодняшней программы Целеустремленная, креативная, усидчивая. Это три главных качества, которые Катя выделяет в себе. Общительная и невероятно ответственная, добавляют учителя. Один из любимых школьных предметов. Екатерина – это русский язык, что, в общем-то, героиня логично объясняет. Русский язык – это один из основных предметов. Но трудно жить в России и не знать своего языка. Поэтому я, когда в трамваях езжу по городу, слышу, как слова ударение неправильно ставят, или говорят неправильно, документы заполняют не всегда правильно. Но мне это непонятно, как можно жить в России и вот так вот разговаривать. Поэтому я хочу полностью овладеть этим языком, чтобы чувствовать себя полным гражданином России. Но не только лишь гуманитарные науки интересуют нашу героиню. В точных она разбирается ничуть не хуже. Из любимых – математика и физика. Формулы для нее загадочны и прекрасны. И чем сложнее задачка, тем интереснее ее решать и получать удовольствие от результатов. Это одаренный ребенок. Одаренный в том плане, что она постоянно находится в развитии. Дети в классе, они как бы вот все, вот все разные. Правильно? Одни дети просто учатся, а другие постоянно задают вопрос, почему, как, зачем и что. И вот у Кати как раз такой интерес. То есть она интересуется не чисто только одним предметом физики. У нее эти вопросы возникают, что по русскому языку, что по математике, что по физике, по биологии и так далее. То есть она не может просто прочитать текст и остаться удовлетворенной на этом тексте. Она обязательно задает вопрос, откуда, зачем подходит к учителям, интересуется. Так и есть, говорит Екатерина. С детства и на протяжении всей жизни человек пытается найти ответы на тысячи вопросов, связанных с происходящими вокруг него явлениями. На многие из них мы находим ответы сами, по мере взросления. Другие остаются загадкой. Так и Катя, открывая мир вокруг, пытается найти объяснение всему, что видит и с чем сталкивается. При трении тела электризуются. И как можно заметить, что тело наэлектризовано, как можно проверить, оно будет подносить к различным приборам и проверять, наэлектризовано тело или нет. А электризуется путем? Путем трения. Путем трения. Так, вот мы возьмем стеклянную палочку, ну и пройдем трение. Так. Путрем. Путем эту палочку. При трении оба тела заряжаются, это однозначно. Проверяем на стеклянной палочке. Да, проверяем электризацию. Так. Не торопись. Вот. Что происходит с лепесточками? Они расходятся. Лепестки расходятся и поднимаются. А для того, чтобы снять электризацию, просто задеваешь рукой. Просто? Да. И все. Притягивается. Притягивается. Значит, палочка наэлектризована. Вот так ведь и в жизни волосы электризуются, одежда особенно синтетическая, соприкасаясь с телом, в темноте дает искры, также иногда и прикосновение людей, что называется, бьет током. Мне как-то близко это по душе. Вот мне нравятся формулы, вот эти математические значения, вычислять это все. Ну, мне как бы нравится. В переводе с греческого языка физика означает природа. Физика – это нечто большее, чем просто знание, рассуждает Катя. Это отношение к окружающему миру. Какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой камень массой 30 килограмм, объем которого 0,0012 метров в кубе. Так, какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой камень. Как обозначает сила? Ф – сила тяжести, направленная вертикально вниз, и сила Архимеда, направленная вертикально вверх. Сила тяжести равна М на Ж, а сила Архимеда равна Р жидкости на Ж и на В тело. Эт камень нужно приложить силу, равную 180 ньютонам. Чтобы поднять его из воды. Ну, а если коснуться физики, то решая задачи, вот она с лету их решает, вот просто. Вот сейчас видели, как она решает. То есть я ей дала задачку, она не готовилась к ней. Вот, она рассуждает, интересуется, задает вопросы. Поэтому, вот одаренные есть одаренные. Но вовсе не Никола Тесла. Исаак Ньютон или Альберт Эйнштейн являются кумирами одаренной девушки. Человек, на которого стоит равняться, уверена Катя, это Владимир Владимирович Путин. Ну, в некоторой степени интересуюсь политикой. Вот, я как бы знаю, там видно, как он управляет страной, видно, чего он добился, то есть в своей жизни. Скорее всего, он тоже когда-то был ребенком, там, старался, там, что-то делал. Но он добился таких успехов, что президентом стал. Но вот и сейчас он тоже, ему интересно, как бы, положение страны, он всячески участвует в этом. Там, там, то есть искусством, как бы, тоже занимается, там, религией, вот он в храмы ходит. Дивиз Кати звучит невероятно жизнеутверждающе. Только вперед, говорит она, всем неудачам назло. Если что-то не получается, там, вот только вперед. То есть, если что-то не получается, то нужно стремиться к этому, там, настигать успехов, там, в тех областях знаний, которые у тебя не очень получаются. Просто нужно это дорабатывать. А Дареной Катя себя вовсе не считает, говорит, цена всех побед – это каждодневный труд. А чтобы все успевать, надо правильно распределять время. Поэтому она успевает повсюду. И на дополнительные занятия, и маме по дому помочь, и на чтение любимого Жюль Верна остается время. О будущем она тоже практически все знает. Закончить школу с золотой медалью, поступить в университет, пока рассматривается МГТУ, и стать архитектором. Чертить очень нравится, там, вычислять, нужно все это с математикой. Ну и рисовать мне, безусловно, очень нравится. Поэтому вот в художественной школе тоже учусь для архитектора в будущем. Архитектор – это создание красоты, в первую очередь. Красивые дома, барельефы, памятники. Екатерина говорит, став архитектором, с удовольствием бы украсила город своими проектами. Ведь любой жилой дом при наличии хорошей идеи можно превратить в произведение искусства. Но всем известно, что для остановления в профессии начинать надо с азов. Так в 12 лет Катя оказалась в художественной школе. Мне понравилось, как бы рисовать я люблю, математику, эти вычисления тоже очень нравятся. Вот, ну, поэтому решили записаться вот в художественную школу. Потому что для будущего, для архитектуры это, ну, обязательная часть. Можно проложить более теплый свет, желтенький такой вот. И немножко покереть. То есть появится ощущение света, тепла. Компьютерная графика, рисунок, живопись, прикладная композиция, скульптура, история искусств. Катя только второй год обучается в детской художественной школе. И сколько нового еще впереди? Колористика и свет, различные техники живописи, графики, разные жанры изобразительного искусства. Считается, что люди, хорошо владеющие кистью и карандашом, очень спокойны и творчески подходят к решению любых задач. И вот она в классе сидит, ручки сложила. И ребят, вы, наверное, тоже наблюдали. Все притихли, все сидят, ручки сложили. Нет, дети есть дети. Вот, поэтому, конечно, это не характерно для нее. Она подвижная, она улыбчивая, она смешливая, она разговорчивая. Поэтому, да, и ребенок есть ребенок, да, потенциал есть. И я думаю, что на третьем курсе, да, там мы возьмемся за более сложные конкурсы и, конечно, будем участвовать в них и побеждать. Живопись и прикладная композиция – это то, что Кате на сегодняшний день нравится больше всего. Вообще, в живописи много направлений, в которых можно проявить себя и донести свое видение мира. Романтизм, реализм, модернизм и многое другое. Живопись, вот, мне нравится, как бы, работать акварелью, вот, там, с натуры рисовать что-нибудь, ну, красиво получается. Вот, ну, а прикладная композиция – это воображение, это вот то, что мы доски расписывали в разных стилях, росписях. Ну, мне просто нравится. Ну, я люблю рисовать. У меня хобби, как бы, я дома просто сажусь и рисую, там, для себя, там, из головы что-нибудь, там, воображаю. Мне просто нравится. Но художественная школа – это не только место проявления и реализации творческих способностей. Здесь все, как в обычной образовательной школе. Различные предметы, аттестационные работы, да и на дом задают немало. Но, говорит классный руководитель 2-го ГЭ, Екатерину это нисколько не пугает. А домашние задания всегда выполнены полностью и на хорошем уровне. Замечательная многодетная семья. Вот вы посмотрите, то есть, трое детей, а все где-то занимаются. И ведь Катя не только в художественной школе занимается, вы уже это знаете, она и школа Олимпийского резерва по математике, она и занимается танцами. И везде она успевает. И что я хочу сказать? Это только благодаря еще и родителям, правильно? Потому что родители заинтересованы, они звонят, они интересуются, они ее поддерживают. То есть, то, что я рекомендую, вот даже в качестве материалов, там, исполнение каких-то домашних заданий, то есть, это большая помощь со стороны родителей. Здравствуйте уже. Так, девочки. И раз, два, три, четыре, пять, семь, шесть, семь, вперед, и... Еще одно хобби Екатерины – танцы. И здесь без разминки никуда. Разогреть мышцы очень важно, ведь в танцах, как и в любом спорте, нужно хорошо подготовиться к занятиям и выступлениям. Лет с трех Катя уже танцевала и не собирается останавливаться. Говорит, движения невероятно разгружают мозг к концу учебного дня. Мне всегда нравилось танцевать. Еще в три года я пошла в танцы. Постоянно ходила в разные, пробовала себя в разных направлениях. Ну и вообще, это как отдых от трудового дня. Вечером хочется отдохнуть, там, развеяться как-то. До эстрадных танцев Екатерина посещала спортивные бальные танцы. И это, признается девушка, абсолютно разные виды танцев. Подготовка, подача, даже настрой тот разный. За время занятий бальными танцами Екатерина успела выступить на многих соревнованиях не только городского, но и всероссийского уровней. Мой партнер, это мой одноклассник. Он занимался уже лет пять. До этого меня пригласил. Я учила где-то в классе третьем, наверное. Он меня пригласил, просто попробует потанцевать. Мне очень это понравилось. Я решила, мы парой стали. Ну, я танцевала где-то года два, наверное. Она пришла к нам из бальных танцев. И мы очень счастливы с этим знакомством, вот действительно, потому что это такой человечек творческий, на все откликающийся, абсолютно. И надо сказать, что сменить технику бального танца на занятия классическим танцем, эстрадным танцем, современными направлениями, которыми мы занимаемся, это достаточно непросто, особенно для подростка. Но она старается, и у нее, надо сказать, получается. Руководитель коллектива эстрадного танца «Эктив Дэнс» только рада. Татьяна Герасимова признается, если некоторые дети посещают студию вот уже семь лет, то Екатерина пришла практически сразу готовой ко многим постановкам танцевальных номеров. Но самое главное, что танцы – это ее. И одаренная девушка с удовольствием по три раза в неделю приходит на занятия. У нас есть девиз «Я верю». И детям мы говорим о том же, что главное – в себя поверить. И все, все, все у них получится. У нас нет слова «не могу». У нас есть слово «не хочу». Но если мы не хотим этим заниматься, мы этим не занимаемся. Поэтому у нас все дети, которые занимаются в нашем коллективе, они хотят. И они могут все. Просто кому-то нужно чуть больше тренировочек. И все же современные эстрадные танцы – это направление, которое объединило в себе элементы самых различных стилей. В эстрадном танце могут присутствовать элементы хип-хопа, фанка, классического балета или джаз-танца. Истоки же кроются и в народном творчестве. На эстраде важную роль играет не только индивидуальность танцора, но и актерское мастерство. Ведь эстрадные танцы – это не просто заученные движения, это небольшая театральная постановка. Истоки же кроется. КОНЕЛЬМА СВИСТВОЕ Во время съемок этой программы у «Эктивдэнса» шла активная подготовка к фестивалю стильной хореографии «Улица горящих фонарей». К фестивалю, собирающему в Магнитогорске тысячи танцоров и сотни коллективов со всей России. Итак, движение четче, добавить синхронности и, конечно, эмоции – самая важная часть. Если не прочувствуешь танец, то просто не сможешь его показать. Танец называется «Путь». То есть мы изображаем звезды, которые указывают путь подрастающему поколению. То есть людям, которые еще мало знают в этой жизни, мало понимают, мы им указываем путь. Ну а свое будущее Екатерина видит в окружении здоровых и счастливых родных и близких. Ведь лучшее место на Земле для нее – это родной дом, а наибольшая ценность, которой она обладает – семья. Счастье, по мнению Кати, заключается в занятии любимым делом. И она в этом смысле поистине счастливый человек. Не нужно никогда отчаиваться. Вот попробовать себя в какой-то определенной сфере. Если что-то не получилось, то можно попробовать себя в другом или продолжать добиваться. То есть тебе это очень нравится. Ну то есть никогда не останавливаться. Ну и мой девиз уже только вперед. И ты! 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 Я знаю, я знаю, я знаю Потерпи ещё чуть-чуть Но тебе не покажем путь Потерпи ещё чуть-чуть Но тебе не покажем путь Коллектив эстрадного танца «Эктив Дэнс» город Магнитодорск Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова